Вот, кстати, очень любопытно, что последние, скажем, полгода многие ваши коллеги, ну, раньше приходили и до эфира говорили, только не надо там, ну, допустим, про личную жизнь, или там не надо там про бывшую жену, или что-то. Сейчас говорят, только не надо про Украину. Сейчас вот какая-то такая тема, вот, которая разделила шоу-бизнес на какие-то вот неравные части. Это прошло мимо, то есть вы, над всем над этим, или вы тоже как-то по этому поводу разговариваете? Я про позицию не спрашиваю. Да, я понимаю, вы знаете, но невозможно находиться в стороне, потому что это, что называется, лезет из всех щелей, и когда ты видишь страдания других людей, ты не можешь оставаться безучастным, что бы то ни было. Обидно, что, к сожалению, как всегда в таких войнах страдают совершенно независимые от этого люди, которые от этого ни черта не получают, вообще никогда не получат. Это, к сожалению, как бы удел вот этого политиканства. Никто не говорил, что политика — это хорошо, никто никогда не говорил о том, что раздел сфер влияния — это всегда развязание красных ленточек, улыбки, обнимашки и прочая вот эта вся хрень. Это вообще про другое, это всегда про войну. И мне очень странно вообще наблюдать за людьми, которые видят, что делят ресурсы — это самый главный на Земле сокровище. И вдруг, что это будет происходить мирным путем. Никогда такого не было, никогда. Всегда из-за этого шли войны. Но в этом случае война какая-то очень, на мой взгляд, она могла быть гораздо более, к сожалению, кровопролитной, наверное, да. И в любом случае то, что происходит — это чудовищно, да. Но, слушайте, здесь нужно выбирать. Либо вы живете в этой стране, и вы за эту страну, либо воевать за другую. А как воевать? Уже словом делали винтовкой песни — это уже дело десятое. Поэтому мне в любом случае все это страшно неприятно. И я сейчас на каждом своем концерте, даже до событий, я всегда пою «Катюшу». Всегда. При всем том, что я приурочиваю ее только лишь к победе, к великой победе, потому что я считаю, что самый главный праздник вообще в нашей стране. Никакие там… Согласен. Не религиозные праздники, не Новый год. Согласен, абсолютно. День Победы и все. И я стал присовокуплять события на Украине к победе. Я говорю, слушайте, ну давайте жить мирно все-таки, ребята. Давайте жить дальше. У нас не все понимают, к сожалению, что на самом деле происходит. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Выходи на берег путиша и на высокий дно. Эй! День Победы! Москва, все ваши эмоции! Все ваши эмоции! День Победы! Ты ходила, песню заводила. Расцепного, Сизого орла. Иранного, которого любила. Про того, чьи письма берегла. И про того, которого любила Брат того, чьи письма берегла Следующая фраза Ой, ты песня, песенка деничья Ой, ты песня, песенка деничья Ты лети за ясным солнцем в свет И пальцу рук От Катюши передай привет И пальцу рук От Катюши передай привет Здравствуйте Крым наш и это во Львове Нужна сила воли, согласитесь Да, конечно, Алексей Причем украинские власти до сих пор почему-то считают Крым своей территорией В 15-м году издали распоряжение, по которому иностранцы могут въезжать на полуостров только со специального разрешения Но Митя Фомин сегодня напомнил важную вещь И вот какой Антураж, не располагающий к общению на серьезные политические темы За кулисте джазового фестиваля во Львове Яркая розовая кофточка репортера светской хроники украинского телеканала 1 плюс 1 Который, кстати, принадлежит Игорю Коломойскому Дружественная улыбка, но вот звучит провокационный вопрос Далекие от творчества Для тебя Крым – это российская территория? Но по факту это российская территория теперь Слушайте, Катя, я всегда говорил о том, что музыка совершенно не имеет никаких границ Украинский журналист то ли просто рассказывает, то ли предупреждает Митю Фомина о том, что теперь с ним могут сделать на Украине Ты знаешь, что сейчас один за другим концерты в Одессе отменяются Концерты российских исполнителей, тех, кто ездит в Крым Меня просто любят везде, слава Богу Чи просто служба безопасности про это не знал Ну, теперь уж точно знают Это интервью в Незалежной вызвал скандал и шквал проверок концертных туров российских исполнителей Украинские интернет-пользователи в комментариях не стеснялись в выражениях и призвали судить и депортировать артиста Фанаты, экс-солисты группы Hi-Fi, забеспокоились за благополучное возвращение его на родину Но он вернулся и сейчас находится в Москве Мы с ним связались В стране, в Украине был миллиард раз, еще с группой Hi-Fi И сам уже лично с своими сольными проектами Для меня, в общем, я не знал никакого подвоха Тем более, что эта любовь, она, знаете, она взаимна Меня знают и встречают во всех городах Украины Не только с распростертыми объятиями Любой человек, мне кажется, на моем месте ответил точно так же Тут, к сожалению, нет двойных стандартов Ну, как бы, непонятно, кто кого еще чего лишил Почему? Потому что, ну, понимаете, в общем-то, нормальный и хороший артист Везде найдет себе сцену, везде себе найдет поклонников и, наверное, гонорар Волна скандала дошла до самого политического верха Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко распределился составить реестр организаторов концертов Которые приглашают на Украину российских артистов, побывавших в Крыму Впрочем, нечто подобное уже давно ведется на украинском сайте Миротворец Теперь в этом черном списке оказался и Митя Фомин На которого администраторы сайта убедительно просили обратить внимание СБУ Только за последние три дня пограничники не пустили в Украину 7 российских артистов И еще одну музыкальную группу «Анакондас» выдворили Ситуация абсолютно неадекватная, да, и люди, которые подобные вещи делают Ничего общего не имеют ни со свободой, ни с демократией Они провокаторы и абсолютные мошенники Но, видите, они сегодня управляют этой страной И мы ничего с этим поделать не можем Поэтому мы должны смириться с этим Ибо с самого начала нам нужно было бы поддержать друг друга Да, они до последнего постараются выжить, что называется, деятели культуры Для того, чтобы хоть как-то минимизировать появление наших артистов Вот, певица Бьянка показала в своей страничке Инстаграм паспорт со штампом Отказана во въезде на Украину на три года В Одессе у него должен был состояться концерт, теперь уж не состоялся Найк Борзов и Андрей Лисиков, более известные как Дельфин Не смогли попасть на международный музыкальный фестиваль Который проходил в эти выходные в Киеве Организаторы фестиваля надеялись до последнего Ждали и фанаты, когда лидер группы Дельфин выйдет на сцену Ну, музыканты отыграли и без солиста Текст песни решили вывести на экран Вот такой получился ответ киевлян на действия своих же властей В столице Украины, на русском языке Весь зал поют песни, теперь уже запрещенные в стране группы Любители творчества российских исполнителей показали, что у музыки нет границ Андрей Лукьянов о мракобесии Ну, а вообще вы легко обламываетесь? То есть вот легко вас как-то... Ну, знаете, есть человек, который вот он себя вот несет, действительно, как там... Кстати, вот Майкл Джексон, упомянутый, он был весь в каких-то всегда в сомнениях Ему не нравилось, что он черный, не нравилось, что... Я страшно мнительный человек, очень, очень мнительный человек, да, да И как... Меня это очень мучает, мне это мешает жить Как вас тогда складывается с прессой тогда? А с прессой, вы знаете, он периодически не складывается Так Периодически приходится обламывать и себя, и их Почему? Потому что не на все я знаю ответы сам, как человек А они меня просят, почему Откуда я знаю, почему, понимаете? Ну, вот так случилось, так звезды встали Иногда просто хамство лезет неприкрыто, я тоже этого не приемлю Иногда бывает глупость непроглядная Поэтому... А иногда бывают очень интересные встречи и запоминающиеся диалоги А это, знаете, это как с человеком Это все равно... Пресса, это же люди, как сказал Оскар Уальт Журналистика, это организованное злословие Поэтому я готов идти на образуру против этого войска Но я понимаю, что мы все находимся по одну сторону баррикад Все равно Мы все равно друг друга должны поддерживать так или иначе Потому что журналисты без, скажем так, персон из политики или спорта, искусства Они жить тоже не могут, они о чем будут писать? Ни о чем? Ну, кстати, действительно, я тоже считаю, что политика, упомянутая, это тоже шоу-бизнес О, еще какой! Это выше, это выше, конечно, это конек Да, 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 смотришь на некоторых... Я с удовольствием смотрю, просто аплодирую порой Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда 24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг в 19.30 На телеканале Москва 24 На телеканале Москва 24